Здравствуйте, это Голос Америки. Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. Сегодня 898 день войны, пятница, 9 августа. Россия ударила по супермаркету в Украине погибшие и десятки раненых. Наступление ВСУ в Курской области подбито колонной российской военной техники. Минобороны России продолжают переброску сил с других участков фронта. Родственники потеряли связь с солдатами-срочниками российской армии, служившими на границе расследования верстки. В России заблокировали мессенджер-сигнал. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. В ходе обстрела в Константиновке Донецкой области Россия нанесла удар по супермаркету и почте, что привело к большому количеству пострадавших и погибших мирных жителей. На момент записи этого подкаста продолжался разбор завалов. МВД Украины официально подтвердило гибель 14 человек и почти 40 раненых. Удар прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Продолжается спасательная операция в Константиновке Донецкой области после российского удара прямо по супермаркету. Также повреждены еще десятки зданий. Почта, магазины, дома. По состоянию на это время известно о более чем 40 пострадавших. Всем оказывается необходимая помощь. 14 человек, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Это был комментарий президента Украины Владимира Зеленского. Украинские власти подчеркивают, что российская армия после авиаудара по Константиновке обстреляла город из смерчей. Повреждены шесть частных домов и газопровод. Кроме того, 77-летняя женщина пострадала в результате российской атаки жилого дома в поселке Зеленовка Херсонской области. Глава Херсонской военной администрации Роман Мрачко сообщил, что она была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Россия ударила по одному из образовательных учреждений города. Информация о пострадавших сейчас уточняется. Российские военные ударили по населенным пунктам Купенского района Харьковской области Украины пострадало три человека. По данным Государственной службы Украины, обстреливались жилые кварталы Купенска и прилегающие населенные пункты, в результате чего были повреждены многоэтажки, частные дома и объекты торговли. Продолжаются столкновения между ВСУ и Российской армией в Курской области России. Подробности расскажет моя коллега Ксения Туркова. В провоенных пабликах и других телеграм-каналах появилось видео с последствиями удара по российской военной колонне Подрыльском в Курской области. На видео показаны десятки обгоревших грузовиков с телами погибших солдат внутри. Журналисты BBC подтвердили достоверность видеозаписи и место съемки возле села Октябрьское в 35 километрах от ближайшей точки границы. На видео 14 разбитых грузовиков. Российские и украинские источники пишут, что в колонне мог находиться личный состав численностью до батальона. То есть речь идет как минимум о десятках человек. Предположительно, удар был нанесен из ракетного комплекса «Хаймерс» боеприпасами с кассетной частью. Так как солдаты ехали не в бронемашинах, а в обычных тентованных Уралах и Камазах, шансов уцелеть у них было мало. Это один из самых кровавых и массированных ударов, скорее всего, с помощью «Хаймерс» за всю войну, написал военный эксперт Ян Матвеев. По его оценке, вооруженные силы Украины разгромили целый батальон. Показательно, что в Z-пабликах обвинили в халатности руководство российских военных, решивших направить колонну в эпицентр боевых действий. И российские власти пытаются пресекать распространение любой информации с места прорыва вооруженных сил Украины. Как пишет «Настоящее время», сотрудники ФСБ задержали 48-летнего местного жителя, который предположительно снял последствия удара по российской военной колонне. По сообщениям воюющих сторон подтвердился удар по военному аэродрому в Липецке. В Генштабе ВСУ сообщили, что в ходе атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэропорта. Там также уточнили, что на аэродроме Липецк базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 Воздушно-космических сил России. По данным телеграм-канала Астра, после атаки дронов на аэродроме, вероятно, загорелся склад с боеприпасами. Губернатор области Игорь Артамонов пожар на аэродроме в своих утренних сообщениях не упоминал. Он сообщил, что Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. По его словам, произошла детонация взрывоопасных объектов, цитата, «вдали от гражданских строений». Для ликвидации последствий в Липецком муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский косвенно прокомментировал боевые действия в Курской области и ситуацию на фронте. Вот что он сказал. Россия всегда знает, куда бьет своими ракетами. И это сознательный и целенаправленный российский террор. Очередное преступление войны, за которое оккупант будет отвечать. Будет отвечать перед судом и историей. И уже отвечает перед силой наших воинов. Всех тех украинцев и украинок, которые возвращают справедливость, которые уничтожают оккупанта и защищают наши позиции. Именно так защищают, как нужно для сохранения украинской независимости и достижения наших задач. Горжусь всеми нашими боевыми бригадами. Я отдельно хочу поблагодарить тех наших воинов и наши подразделения, которые обеспечивают пополнение обменного фонда, берут оккупантов в плен и этим помогают освобождать наших людей из российского плена. Это чрезвычайно важно. И за прошедшие трое суток особенно результативно. Нужно вернуть свободу всем нашим людям, которые сейчас в российской неволе. Это был комментарий президента Украины Владимира Зеленского. Данные о том, что сейчас происходит в Курской области, поступают разные. Я сразу подчеркну, что у нас нет возможности верифицировать некоторые сообщения. Газета Washington Post цитировала советника президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что украинские силы захватили около 100 квадратных километров территории в Курской области. По подсчетам важных историй, зона боевых действий в Курской области составляет уже до 800 квадратных километров. До 450 квадратных километров из них территория, которую контролируют или еще только штурмуют вооруженные силы Украины. Всего под огневым контролем украинской армии находятся 22 населенных пункта, включая два райцентра Суджа и Коренева. В свою очередь, издание агентства утверждает, что боестолкновения в Курской области переместились ближе к границе с Украиной. В частности, утром в пятницу продолжились боестолкновения в Судже, Гончаровке, Малой Локне и рядом с Коренева, свидетельствуют публикации российских военных блогов. Эти сообщения позволяют предположить, что украинские военные в пятницу находятся уже не так близко к Курску и Рыльску, как накануне. А вот что говорит военный эксперт Анжелика Эванс из Института изучения войны. До сих пор мы видели геолокализованные кадры украинцев на расстоянии до 17 километров вглубь Курской области и видим, что они продолжают наступление в двух направлениях на Льгоф и на запад в сторону Коренева. Мы также наблюдали, как утверждают многие российские военные блогеры, что украинские войска продвигаются на расстоянии до 35 километров вглубь Курской области в направлении Льгофа. Сейчас мы видим, как украинские силы строят укрепления в районах и населенных пунктах, находящихся очень близко к границе и проводят более изолированные атаки с участием небольших бронегрупп вглубь Курской области. На данный момент не похоже, что они пытаются удерживать эти позиции в долгосрочной перспективе. Если смотреть в более широком контексте, возникает вопрос, как российское правительство собирается реагировать на это. Мы видели, что Путин провел несколько встреч за последние дни, пытаясь показать, что он принимает меры. Но настоящий вопрос в том, какие силы российское правительство направит в этот район, чтобы противостоять украинскому наступлению. У них есть несколько вариантов. Они могут использовать призывников и ограниченные силы, которые уже находятся в этом районе, хотя неясно, смогут ли эти силы противостоять украинским войскам, которые, судя по всему, хорошо укомплектованы и оснащены. Другой вариант для россиян начать перебрасывать более подготовленные силы северной группировки, которая в данный момент ведет наступление в районе Харькова или с других участков линии фронта. Эти силы могут иметь больше шансов на успех, но это приведет к растяжению российских ресурсов по всей линии фронта в Украине. На данный момент мы видим много признаков того, что россияне призывают и набирают достаточно людей, чтобы компенсировать потери, которые они несут при текущем темпе боевых действий. Но остается неясным, какие потери они понесут в этой операции по вытеснению украинцев из этого района. Это был комментарий Анжелики Эванс из Института изучения войны. Российская сторона ситуацию о продвижении вооруженных сил Украины и количество погибших не комментирует, и о происходящем можно судить лишь по косвенным новостям. Например, об эвакуации населения, раненых мирных жителях или данных о переброске войск. В Курской области объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба, но не военное положение. СМИ также публикуют рассказы мирных жителей, которые эвакуируются из зоны боевых действий. Вот что они говорят. Дрон над нами висел. Сын вовремя затормозил. Девчонка ехала перед нами. Он затормозил, и он прямо вот перед нами взрыв. Асфальт поднялся. Мы там заскочили во дворе. У меня там дедушка остался. Никаких связей вообще. Я везде писал уже на эвакуацию. Пока тишина. Обстановка, говорят, не получается. С двух часов ночи все это началось. Уже практически не до сна было. До самого утра и утром уже, когда начали снаряды летать. Это вообще было ужасно. Это были комментарии людей, эвакуированных из Суджи и ближайших населенных пунктов. Как пишет Верстка, среди российских депутатов и сенаторов распространили общую устную рекомендацию от департамента первого замруководителя администрации президента Алексея Громова не комментировать события в Курской области до особого распоряжения. Об этом Верстке сообщил источник, близкий к оборонному комитету Совета Федерации. Если же делать это все-таки придется, представителям власти рекомендовали, цитата, быть максимально краткими и ссылаться на заявления Минобороны с официальной информацией. Беседуя с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым, Путин назвал бои в приграничных районах ситуацией и обстоятельствами. Это была моя коллега Ксения Туркова с рассказом о боевых действиях в Курской области. Основным источником информации о ситуации в Курске становятся провоенные телеграм-каналы, которые сообщают, что в регион начали прибывать резервы вооруженных сил России. Российская Минобороны опубликовала несколько видео с российской военной техникой, которая перебрасывается в сторону частично занятого ВСУ Суджанского района Курской области. Здание агентства по кадрам установило, что колонна въехала в регион из Белгородской области. Из этого же региона была, вероятно, переброшена и сожженная ночью колонна с военными. Кроме того, в Курскую область приехали бойцы бригады «Пятнашка», которые до этого воевали в Донецкой области. Получается, что наступление ВСУ сейчас ослабляет Харьковское и Донецкое направления, где в последнее время было самое серьезное продвижение российских сил в последние месяцы. Также появляются сообщения о переброске вагнеровцев в Курскую область, однако их также крайне сложно верифицировать. Провоенные паблики пишут, что речь идет об отдельных боевиках или группах боевиков. Отметим, что по оценке различных экспертов, именно вагнеровцы являются наиболее боеспособными частями российской армии. Как отмечает «Медуза», появилось заявление Совета командиров группировки «Вагнер» о готовности отправиться в Курскую область. Ну а накануне так называемый военкор Егор Гузенко под псевдонимом «Тринадцатый», это военкор, близкий к ЧВК «Вагнер», сообщал, что некоторые боевики уже отправились в Курскую область, и эту же информацию в беседе с РТВА и подтвердил один из бойцов группировки, который добавил, что вагнеровцев якобы перебрасывают из Африки в Курскую область. Ситуацию в Курской области также прокомментировал военный аналитик Роберт Гамильтон. Давайте послушаем, что он сказал. Сейчас мы наблюдаем самую динамичную обстановку за все время войны между Россией и Украиной, потому что сейчас есть три участка на фронте, где происходит изменение контроля над территорией. Россияне продвигаются медленно, но последовательно в направлении Покровска. Также сохраняется давление на Харьков и Волчанск на севере. Но вот эта украинская операция, кажется, действительно застала российскую армию врасплох. Трудно сказать точно, что происходит на земле, потому что Министерство обороны Украины молчит по этому поводу, а российскому Министерству обороны, откровенно говорят, трудно доверять, когда речь идет о точном отображении ситуации. Что касается целей этой операции, трудно что-то сказать определенно, потому что возможны разные варианты. Во-первых, это может быть попытка снять часть давления с Сумской области Украины, так как она регулярно подвергалась артиллерийским и ракетным обстрелам с начала войны. Это может быть попытка оттеснить российские войска, чтобы сделать эти обстрелы менее эффективными. Также это может быть попытка ослабить давление на других участках фронта в направлении Покровска, Волчанска и Харькова. Но тогда это довольно рискованный ход со стороны Украины. Обычно, если у вас есть дополнительные силы или резервы, традиционный подход при давлении на линии фронта заключается в том, чтобы направить эти резервы туда, где требуется усиление обороны, и таким образом снять давление. Судя по всему, эта операция является попыткой поставить российскую армию перед дилеммой, атакуя в неожиданном месте. Это может заставить россиян перебросить силы либо из других частей Украины, либо из других регионов России, чтобы остановить украинское наступление. Возможно, это также попытка нагрузить российскую военную логистику. Думаю, нужно дать ситуации развиваться еще несколько дней, чтобы увидеть, что произойдет. И тогда, исходя из действий украинцев, мы сможем понять их намерения и цели. Представитель Пентагона сказал, что США поддерживают право Украины на самооборону, и это включает ограниченные наземные операции через границу с Россией. США ранее заявляли, что не хотят, чтобы Украина наносила удары глубоко на территории России, но не уточнили, что это значит. И, как наблюдателя, это меня немного расстраивает. А для украинской армии это должно быть крайне разочаровывающе. Не понимать, где происходит граница поддержки со стороны США для использования американского оружия на российской территории. Мое мнение, если оно имеет значение, таково. Наша политика должна заключаться в том, чтобы Украина могла использовать все, что мы им предоставили в соответствии с законами войны и Женевскими конвенциями. И пока они используют американское оборудование законно для атаки на законные военные цели, где бы они ни находились, в Украине или России, в пределах досягаемости этих вооружений, это законно по законам войны. И это должно быть политикой США. Это был комментарий американского военного аналитика Роберта Гамильтона. На Западе в целом сдержанно комментирует ситуацию с боями. В суд же в США ранее заявили, что запросили у Украины дополнительную информацию. В Европе заявили о праве Украины на удары по территории нападавшей стороны, а вот что сказали в Пентагоне. Они знают о политике США и о том, что мы поддерживаем. Я думаю, вы знаете, что с самого начала мы поддерживали Украину и ее успехи на поле боя. Но поскольку динамика событий на поле боя изменилась, они смогли фактически оттеснить русских еще дальше вглубь российской территории. Но раз они видят, что атаки происходят через границу, они должны иметь возможность реагировать. Это соответствует нашей политике. И мы поддерживали Украину с самого начала в защите от нападений, которые происходят через границу, и в связи с необходимостью ведения прикрестного огня. Так что они предпринимают действия, чтобы защитить себя от атак, которые исходят из региона, что подпадает под политику США в отношении того, где они могут действовать. Вы знаете, наше оружие, наша система, наши возможности. Это был комментарий пресс-секретаря Пентагона Сабрины Синг. В результате наступления ВСУ в Курской области были взяты в плен солдаты-срочники. Сейчас родственники солдат, которые проходили службу на границе с Украиной, пытаются найти информацию о своих близких и достучаться до Минобороны, пишет издание «Верстка». Подробности в аналитической справке «Голоса Америки». Как пишет «Верстка», до нескольких сотен солдат-срочников могли находиться в Курской области во время прорыва ВСУ. Журналисты поговорили с их родными, а также с волонтером, работавшим в этом районе. Некоторые семьи срочников сообщают, что связь с их близкими на границе пропала после прорыва ВСУ. Одним солдаты перед этим писали, что их вывозят в более спокойное место, другим, что их отправляют на подкрепление. Сообщали срочники и о том, что среди их сослуживцев есть раненые и те, кто взят в плен. Евгения из Новоалтайска, ее племянник, призванный на срочную службу осенью 2023 года, сообщал, что он и его сослуживцы ждут эвакуацию в безопасном месте. При этом, по его словам, многие срочники попали в плен. Некоторые родственники срочников сейчас объединились и сообща ищут информацию о своих близких. Журналисты поговорили и с волонтером, которая готовила обеды для солдат на границе. По ее данным, около суджи было минимум 15 позиций, и почти на каждой находились срочники. Родственники солдат сообщили Верстке, что на каждом опорном пункте прибывали от 7 до 30 срочников. А по словам контрактника, который служил в Курской области весной 2024 года, в России на границе с Сумской областью находилось несколько род срочников, а также пограничные войска и бойцы батальона «Ахмат». По данным русской службы BBC, с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли как минимум 159 солдат-срочников из России. Это только те, чью гибель удалось подтвердить журналистам BBC и «Медиазоны». Авторы предполагают, что реальных жертв среди срочников наверняка больше. В частности, это связано с тем, что срочников убеждают подписать контракт и отправляют на боевые действия. По крайней мере, в этом Минобороны уверяют родственников погибших. Ранее президент Владимир Путин обещал, что Россия не будет отправлять солдат-срочников на войну. Это была аналитическая справка «Голос Америки» о погибших и взятых в плен российских солдатах срочной службы. Перейдем к международным. Новостям США объявили в пятницу о введении санкций против ряда физических и юридических лиц Беларуси, поддерживающих войну, развязанную Москвой против Украины. Сообщение было приурочено к четвертой годовщине выборов Беларуси, которые Европа и США назвали сфальсифицированными. Новые меры анонсировало Министерство финансов США. Сообщается, что санкции были введены в отношении 19 физических и 14 юридических лиц. В частности, речь идет о руководстве белорусских оборонных предприятий и также представителях ближайшего окружения Александра Лукашенко. Одним из объектов санкций является белорусская компания «Пельенг», которая производит компоненты для космических кораблей, спутников и военной техники. Уточняется, что «Пеленг» — это один из ключевых партнеров России. Анонсированные сегодня меры были предприняты совместно с Канадой и Великобританией. Министр иностранных дел Канады Мелани Жали объявила, что «Оттава» вводит санкции против 10 физических лиц и 6 организаций в ответ на их причастность к систематическим нарушениям прав человека в Беларуси. Ситуация с правами человека критическая в Беларуси и в России, где репрессии в отношении противников, войны, которую ведет Кремль, коснулись уже и школьников, и пенсионеров. Сегодня стало известно, что против 63-летней жительницы Архангельска Риты Шумаевой возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии. Как сообщает издание «Семь на семь», основанием для уголовного дела стали две публикации в соцсети ВКонтакте. В первой публикации был репост документального фильма о движении жен, мобилизованных «Путь домой», которое было выпущено нашими коллегами с Радио Свобода, а второй пост – это публикация об атоларингологе из Украины Дмитрии Белом, который погиб при обстреле в Херсонской больнице. В Пиробиджане состоялось прощание с погибшим в СИЗО пианистом Павлом Кушнерон. Об этом пишет Медиазона со ссылкой на одного из присутствующих на церемонии. Я напомню, что Кушнера отправили под арест за антивоенные ролики, которые он публиковал на своем канале. Там было всего лишь пять подписчиков. Под арест его отправили, обвинив в публичных призывах к терроризму. Проститься с пианистом пришли шесть человек. Один из мужчин положил у гроба белые цветы, пишет Медиазон. Официальной причиной смерти музыканта названа сердечная недостаточность. Но надо сказать, что последние месяцы своей жизни Кушнир, солист Биробиджанской филармонии, посвятил протесту против вторжения России в Украину. А после того, как его посадили в СИЗО, он объявил голодовку в знак протеста. Последняя запись Кушнира в социальных сетях это речь против государственной гомофобии, против фашизма и против войны, которую Россия ведет в Украине. И последняя новость на сегодня, которая пришла уже в момент записи этого подкаста. Роскомнадзор России подтвердил блокировку мессенджера сигнал. Российские СМИ сообщили, что заблокировали сигнал за нарушение законодательства. Это формулировка Роскомнадзора. И сегодня же пользователи стали сообщать о сбоях в работе сигнала. Надо сказать, что блокировка мессенджера сигнал, который называли наиболее безопасным мессенджером для общения, проходит параллельно с замедлением работы YouTube в России. Ну, а наш подкаст по-прежнему можно слушать в Telegram. Как всегда, я призываю вас подписаться на него в Apple подкастах и порекомендовать его друзьям. Нас слушать можно также на сайте Голоса Америки, в приложении Echo, на YouTube. И если вы слушаете нас на YouTube, пишите в комментариях к этому подкасту, сказалось ли замедление сервиса в России на вашей возможности прослушивать эту аудиозапись. А я, Алексей Горбачев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, звукорежиссера Александра Зимуху. До встречи в понедельник. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры